Всем привет! Меня зовут Михаил Котов, я основатель студии Principle Sound Design. Мы находимся в нашей студии в городе Санкт-Петербурге. Наш год подошел к концу. За это время было сделано очень много интересных проектов, много новых звуков. И я бы хотел вас познакомить с частью своей команды и немножко рассказать о нашей работе. Меня зовут Сергей, я аудиодиректор студии Principle. Нашей команде за прошедший год удалось создать более 10 тысяч звуков для очень крутых ААА-проектов. В зону моей ответственности входит контроль качества общего звучания проектов, также обучение ребят, также я занимаюсь записью фолий звуков. Собственно, это запись подручных всяких предметов, вещей, овощей, стекла, бумаги, да чего угодно. Тем самым создаем свои собственные библиотеки, которые потом используем в нашем же саунд-дизайне для игр. В нашем парке микрофонов есть такой крутой микрофон, как Sunkin CO100, который позволяет писать вплоть до 100 кГц, что это значит. Человеческое ухо не слышит такие частоты, но это дает нам практически неограниченные возможности с саунд-дизайном. Например, мы можем записать комара и запищать его так, что он будет звучать практически как рык динозавра. Спасибо нашим партнерам за многолетнее доверие. Мы рады продолжить нашу работу. Всем привет! Я Грачик, и я ведущий дизайнер в Принципу. У меня очень интересная работа, она тесно связана с синтезом звука, с созданием новых уникальных тембров. Также я помогаю активно ребятам, если что-то им непонятно. Ввожу в проект, объясняю, что у нас за лор-специфика, какие текстуры здесь подойдут, какие текстуры здесь использовать нельзя. Помогаю, отслушиваю готовый материал перед тем, как сдать его. Все проходит через меня. Так как у нас достаточно хорошая, успешная фирма, мы занимаемся большим количеством различных проектов. Невозможно сейчас выделить какой-то конкретный проект. Сегодня я делаю какие-то сложные задачи. Завтра я делаю звуки для погружения игрока в игру, то есть Ambient, например. А послезавтра я могу делать уже какой-то интерфейс. Достаточно большое количество времени я провожу непосредственно с модульным синтезатором, который у меня в кабинете. Наш модульный синтезатор состоит из достаточно большого количества модулей на данный момент. Такие фирмы, как Make Noise, Cubit, BeFaco. У нас есть клевый фильтр «Котовица». В принципе, благодаря этим модулям мы можем получить какие-то уникальные звуки, которые достаточно сложно делать софтверно. Да, конечно, это можно сделать, но вот так вот на лету или получить какой-то неожиданный результат вряд ли вы это сможете сделать. Работаю в «Принципал», я постоянно развиваюсь, познаю новое, делюсь знаниями с ребятами. Это замечательно. Меня зовут Катя. Всем привет. Я создаю звуки для видеоигр. Я занимаюсь созданием казуальных звуков и магических. Под магическими звуками я подразумеваю скиллы для волшебных персонажей. Вашебство. Мне очень нравится аниме. Я обожаю японскую стилистику. И мне нравится работать с похожими играми в таком стиле. Конкретный звук под анимацию, который мы создаем, это симбиоз различных слоев. И обработанные разными плагинами. И в общей комбинации они дают совершенно уникальное звучание, которое и позволяет передать то, что происходит на картинке. Для меня создавать звук — это как раскрашивать картинку, оживлять анимацию. Это как завершающие штрихи проектов. Салют, меня зовут Рома. И я работаю в студии «Принципал саунд дизайн». Это я. Занимаюсь созданием звуков для видеоигр, для очень классных видеоигр. Давно вообще занимаюсь звуком всяким разным. Синтезаторы, всякие сэмплы. Это все вообще мое. И как-то подвернулась возможность работать здесь. И я подумал, что это мое. Мне очень нравится своя работа. Это супер. Работа динамичная. Но и не пыльная. И это, наверное, одно и то же. Моя специфика — это довольно казуальные игры. То есть яркие, цветастые, динамичные, классные, которые бум-бэп, бум-бэп, милые, кавайные, все, как мы любим. Мобилочки и все такое. Все мы растем лично, профессионально. Прилетают новые проекты. Классные проекты, сложные проекты, трипл-эй проекты. Делаешь один звук в день и думаешь, что это неплохо. Но потом понимаешь, что в целом уже и 10 звуков можешь делать, а то и 15. А порой, когда совсем все очень по-крупному, ты делаешь и все 30, и 40. Привет, меня зовут Антон. Я дизайнер звука в Principal Sound. Я совсем недавно присоединился к команде, чуть больше месяца назад. И я невероятно рад этому решению. Мой бэкграунд, работа со звуком, начался, как у многих других, с музыкальных инструментов и написания музыки. Я попал в команду вообще, на самом деле, в горячую точку. Был пик загруженности работы. Мне пришлось довольно быстро адаптироваться. И у меня вроде плюс-минус удалось, за что спасибо большое окружающим меня ребятам. Они очень здорово помогали все, наставляли и подсказывали, благодаря чему я смог быть более полезным в команде. Почему мне нравится работать со звуком и с дизайном игр? Потому что ты можешь посмотреть на звук совершенно под другим углом. Ты можешь посмотреть, как работают другие люди, дизайнеры, какими приемами они руководствуются, что-то перенять, что-то модифицировать под себя. И в результате получить совершенно новое, то, чего раньше не было. Наша команда работает с аудиоинтерфейсами Universal Audio, потому что они топ. И мы хотим, чтобы наш звук тоже был топ. Также наша команда работает в одной программной среде, это Cubase, что позволяет нам оставаться мобильными, помогать друг другу в работе с проектами, передавать их друг другу, вносить правки, коррективы и так далее. Звук — это невероятно важная составляющая игры. Мало кто знает, как правильно это делать. Мы знаем. Ждите нас в классных новых проектах. Спасибо за просмотр. Пока!